На базе средней школы номер 33 свои двери для юных граждан Бреста распахнул военно-патриотический клуб «Дубровский форт». На торжественном открытии присутствовало много гостей – глава администрации Ленинского района Александр Власовец, начальник УВД Брестского облсполкома Олег Шуляковский, депутаты Брестского городского совета депутатов, представители силовых структур, системы образования, духовенства, профильные классы, учреждения образования района. Сегодня в 33-й школе, да и во всем Ленинском районе, важное событие. Мы открываем под эгидой органов внутренних дел военно-патриотический клуб, называется он будет «Дубровский форт». Это действительно важное событие. В нашей стране особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. И открытие таких клубов, безусловно, способствует воспитанию настоящих патриотов нашей Родины. В Ленинском районе это событие не новое, идет планомерная работа. У нас порядка 14 классов военно-патриотической направленности. Подписаны договора и соглашения с различными силовыми ведомствами. Это и комитет судебных экспертиз, академия внутренних дел, инженерные классы, классы, которые работать будут по системе органов принудительного исполнения. Поэтому система расширяется наша. Конечно, события для наших деток, те, кто хочет связать свою судьбу с органами внутренних дел в дальнейшем, будут созданы все условия для функционирования данного клуба. И огромная помощь предприятий, организаций в создании материальной базы. Все это под эгидой органов внутренних дел нашей области. Во время торжественного открытия патриотического центра его воспитанники приняли торжественную клятву. Из рук генерала-майора милиции Олега Шеляковского получили шевроны, погоны и удостоверения. Вступая в ряды военно-патриотического клуба милицейской направленности «Дубровский форт», перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, горячо любить свою родину, Республику Беларусь. Беларусь! Сегодня в профильных классах и патриотическом центре Ленинского района занимаются более 600 учащихся. В Дубровском форте школьники будут заниматься физической и военной подготовкой, изучать историю страны и вооруженных сил. На славных примерах подвигов наших предков учиться беззаветному служению Отечеству. Мы будем вас приглашать на все наши милицейские мероприятия, которые у нас проводятся в Брестской области. А у нас их очень много, они действительно очень интересные, и мы всегда с удовольствием приглашаем и воспитанников клуба, и учащихся правовых классов, потому что вы уже, как можно сказать, наши сотрудники, уже мы вместе с вами служим. Мы вас учим и воспитываем, а вы уже оказываете нам поддержку уже своим поведением, своим учебным, своей всей жизни. Поэтому в добрый путь, успехов вам и всего самого лучшего. Сегодня на территории Ленинского района города Бреста открылся военно-патриотический клуб милицейской направленности «Дубровский форт». Мы его решили создать на базе школы 33 Ленинского района города Бреста. Администрация района, УВД, ну и, соответственно, спонсоры, которые Ленинского района предприятия, нам очень в этом сильно помогли. Я думаю, дети, которые пришли в этот клуб, они станут по-настоящему патриотами нашей страны, и я думаю, многие из них выберут профессию, настоящую благородную профессию – милиционер. Участники праздничного открытия выразили уверенность в том, что многие из них в будущем выберут профессию милиционера или военного, чтобы защищать свою страну и ее граждан. Я бы хотела, допустим, подержать там самый настоящий пистолет. Мне дали подержать? Ну, что еще, не знаю. Пострелять, допустим, ним. А кем хочет подержать? Не знаю, наверное, ОМОНом. Я считаю, что самые старшие должны вести младших, и поэтому я решу, что если я буду командиром, то я буду тянуть всех за собой, и они будут очень хорошо служить, нести службу на благо школы. Открытие военно-патриотического клуба – это возможность популяризировать патриотизм и гражданскую активность молодого поколения. И эта работа будет продолжена. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.